Еще в начале марта мэр Анапы Сергей Сергеев потребовал навести порядок на пляжных территориях сукой Большого Утриша. Самовольно возведенные палатки, ролеты, кафе, сарай и сараюшки должны были пойти под снос. Такое же распоряжение было и относительно незаконной стройки на Большом Утрише. Но то ли гастарбайтеры не поняли русский язык, то ли хозяин земельного участка не разобрал смысл сказанного. Стройку продолжили, причем в удвоенном темпе. Мы рассказывали о развитии событий на Большом Утрише ежедневно на прошлой неделе. В субботу незаконную стройку на пляже заповедника Большой Утриш остановили. Застройщиков в рамках закона обязали устранить допущенное нарушение природоохранного законодательства и запретили строить хозяйственные и иные объекты на территории по адресу село Большой Утриш, улица Набережная, 1В. Кафе на земельном участке принадлежало сыну председателя районного суда Анапы. Анапчане и гости курорта в субботу 5 апреля вышли уже на второй пикет в защиту Большого Утриша. С плакатами «Судью на мыло» выразили свое отношение к представителям односторонней справедливости. Ведь это всенародное достояние. Почему оно должно достаться избранным? Кто поближе, кто побогаче. Почему вот это вот так происходит? И не только здесь, и в других местах. Все люди недоволены, я считаю. Я тоже недоволен этим. Как вообще это могло случиться в принципе? Здесь живут люди, есть законы, вроде цивилизованная страна, а на самом деле что происходит, я не понимаю. Абсолютно такая откровенная. Ну не знаю, как описать действия судей, которые так поступают. У нас от края это практика, к сожалению, которую нужно искоренять. Вот таким мирным протестом граждане выражают свое недовольство. Судебные приставы обнесли лентой территорию и расклеили определение о запрете на строительство. Перед законом все равны. Странно, что представители судебной власти об этом забыли. В ходе проведения проверки Анапской межрайонной прокуратуры выявлены вопиющие нарушения природоохранного законодательства в результате осуществления строительных работ на земельном участке, расположенном по адресу улица Набережная 1, поселок Большой Криш Анапского района. В результате чего Анапским межрайонным прокурорам направлено исковое заявление в Анапский городской суд. 4 апреля 2014 года судом приняты обеспечительные меры в виде запрета произведения строительных работ по возведению объекта общественного питания на земельном участке, расположенном в водоохранной зоне Черного моря. Настоящее определение принято Анапским городским отделом судебных приставов к немедленному исполнению. Возбуждена исполнительная производство, в рамках которого мы не допустим неисполнение требований, неисполненные документы. Сделаем все возможные меры для того, чтобы обеспечить законность. Рассмотреть варианты законности должны на заседании суда в ближайшее время. Анапский межрайонный прокурор намерен ходатайствовать об отводе суда от утрижской проблемы, чтобы обеспечить объективность решения. Варианта 2 – сносить строение или приводить земельный участок в надлежащее состояние. Здесь и раньше было кафе, но тогда по соседству не вырубали реликтовые деревья, пляж не заливали бетоном и берег не проседал. Бизнес решили развить и построить уже капитальное здание. О законности и экологии никто не задумался. Все, кто принимает участие в этом мероприятии, выразили свое мнение, вы сами видите, на плакатах и в устной форме. Здесь не митинг, поэтому мы не можем высказать все, что мы думаем и как мы к этому относимся. Администрация и правоохранительные органы, правоокуратура, все примут, все выполнят свои обязанности так, как должно быть. Потому что если состоится данная стройка, тогда можно быть с уверенностью, говорить о том, что и дальнейшее все, что окадастрено в данном лесном массиве, находится со стороны моря, тоже будет освоено. Анапчане надеются на принятие справедливого решения и сохранение заповедной зоны.